Паспорт у меня утерян. Вы подали заявление? Потеряли. Вы подали заявление на восстановление клиента? Я не знал, куда давать, куда чего давать. Я не знал. А здесь вам объяснили? Да, мы все объяснили. Гражданин Таджикистана живет здесь уже 4 месяца. Посольство республики не может предоставить ему документы, чтобы он смог вернуться на родину. Таких историй здесь десятки. Кто-то потерял паспорт, кто-то нарушил срок пребывания в России. В этот центр мигранты попадают по решению суда. Здесь они находятся в ожидании депортации. Максимум полгода. При этом права приезжих в учреждения соблюдают. Это не зона, поясняет депутат Госдумы Александр Хинштейн. Россия присоединилась к ряду международных правовых конвенций. И мы подписали обязательство о том, что нарушители паспортного режима, нелегалы, подлежащие выдворению, это не уголовники, следователи, они не должны находиться в тюремных камерах вместе с бандитами и убийцами. 24 комнаты на 10 человек каждая. Двухъярусные кровати, санузел, есть столовая, двор для прогулок, баннопратишный комплекс. Тем, кому нужно, окажут психологическую и медицинскую помощь. Открыт центр, который позволит цивилизованно, по-европейски решать задачи мигрантов. Задачи здесь предстоит решать практически всем правоохранительным органам Самарской области. Это и ГУВД, и Федеральная миграционная служба. Надзор пристальный будет осуществлять областная прокуратура. И я думаю, что найдется здесь работа и для уполномоченного по правам человека, который будет отслеживать правильное содержание людей. Четырехэтажный центр рассчитан на 180 человек. Один из крупнейших в стране. И главное, уверенно в миграционной службе, центр поможет оказать противодействие нелегальной миграции. И когда мы все-таки ее поборем, эту нелегальную миграцию, действительно, с учетом активизации нашей работы, с учетом законодательства, и тут сейчас много со временем, действительно, эти центры могут быть через какое-то время в культурные центры, либо в социальные центры какие-то перейти. Закручивать гайки для приезжих из соседних республик российские власти не намерены. Чтобы легально работать в стране, трудовые мигранты покупают патенты, а это дополнительные доходы в казну. В прошлом году миграционная служба принесла в бюджет Самарской области более 700 миллионов рублей. Айгуль Зиганшина. События.